Лига Чемпионский день Классические противостояния Как мы всегда это отмечаем Запада и Севера Ну и сегодня это противостояние будет Так же, я думаю, очень интересным В любом случае все команды Решают свои задачи Ну что ж, вот он гимн Лиги Чемпионов И команда появляется на зеленом Газоне Светлый парк Ну что ж, команды поприветствовали У нас друг друга Действительно все настроены на то, чтобы В группу Лига Чемпионовскую Пройти и выйти В весеннюю стадию Еврокубков Само собой, команда у нас С амбициями С самыми, что и не на есть Высокими Чемпионскими Это уж точно Что Титан, что Гефест Особенно это видно По тому, как команды у нас начали Этот сезон И у себя в чемпионате Севера Соответственно И у себя в чемпионате Запада Пока что ни Титан, ни Гефест Не проиграли ни одного матча И своих внутренних А вот как раз таки Чем интересно это В противостояние Ну, во-первых Потому что как раз таки Именно Гефест нанес Первое поражение в сезоне Титану Со счетом 4-2 На севере Титан в гостях проиграл Теперь же Как раз таки В гостях Команда Гефест Ну и посмотрим Сумеет ли Титан взять реванш Или нет Звучит стартовый Свисток Давайте представим еще одних Точнее пару Главных лиц Главный арбитр Юрий Апанасенко И ему на бровке Также будет помогать Конечно же Резерв Судья Ну а тем временем Давайте и к составу Быстро Обратимся Ну и начнем с Давайте начнем все-таки С хозяев С футбольного клуба Титан Ну вот сейчас эту атаку Правда досмотрим Вот здесь Обрезается у нас Комисов Гефест разгоняется Направо И будет ли удар Нет Успевает Карламу Здесь подстраховать Еще одна ошибка Ну вот здесь Вот посмотрите На первой минуте Две результативные Практически Результативные ошибки От Виталия Комисова В плане того Что одна и вторая Могли закончиться Именно голом Гефест Да Здесь конечно всегда Очень важно Быть внимательным По первым секундам матча И быстрый гол Конечно здесь тоже Может многое решить Итак Титан вороток Вадим Карпов 23-й Три у защитников Виктор Капков 33-й Команда Дмитрий Бушуев Пятый Последний защитник Проверь Располагается Сергей Харлам Под номером 27 Вот уже ответный удар Вот Титана Линия Полузащита на самом деле В этом матче У Титана Так поднята Туда ближе К нападающему Потому что в опорной зоне У нас Антон Кулагин Располагается Под номером 77 И вот она Именно такая Самая главная Атакующая Титановская тройка Это Алексей Киселев 99-й Правее И левее На самом деле Здесь даже не важно Потому что Его партнер По краям Это Виталий Комисов Под номером 7 И по ходу матча Они будут меняться Сторонами А то Киселев Будет справа А то Комисов Будет слева Ну и наоборот Поэтому здесь Особо Разницы нет Тем временем Штарфной удар Капков Подправлял Андрей Моисеев Да Да Действительно Удар Карпов Свою команду Спасает В этом эпизоде Давайте быстро Я вам пока Угловой Не подали Да расскажу Состав Гефеста Итак Тройка защитников Как раз таки Александр Максельников 28-й Евгений Шеренков 23-й В центре Максим Бунтов 8-й Но пока что На самом деле Не вижу Не вижу я его На зеленом указании Хотя нет Нет Все нормально Как раз таки Он угловой И будет подавать И Сергей Анохин 25-й Впереди Внимательно Расставляются У нас Игроки Титана Комисов Снимает Воздух И обеспечивает Некоторое Спокойствие Пока что Своей штрафной Но недолго Комисов Ну немножко Как мне казалось По этим первым минутам Как раз таки Виталий не вошел В игру Снова Масленников Еще один дальний удар И показывает Главный арбитр Встреча Юрий Апанасенко Что Попал Попал мяч Там В игрока Титана И будет Угловой Ширенков Как раз таки На этом угловом Неплохо Розыгрыш Удар Северная Такая Разыгровка Действительно Домашняя Как мне кажется Ульяненков На первое касание Мяч принял Но дальше Хорин Ему ничего сделать Не позволил Хорошей скорости Хороший темп У команд Ну и Давайте К таблице Лиги чемпионской Кстати Мы с вами Обратимся Группа Ди Ну и В ней На самом деле Все Пока Действительно Понятно Тем временем Подача Капкова Ну и снова Неженков Спокойно Там Забирает Так вот Почему я говорю Что в группе Абсолютно 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 Понятно Потому что Гефест Уже Свою Задачу По выходу Обеспечил Точно То есть Сейчас У команды Четыре матча Четыре победы Соответственно Двенадцать очков Да И здесь С первого места Очень тяжело Тяжело Будет Подвинуть Гефест И единственная Команда Которая Может Это сделать Это как раз Таки Титан Если Обыгрывает Титан Гефест Сегодня Во-первых А во-вторых Если Гефест Твой Последний Еще Групповой Матч Проиграет Но Конечно Это Здесь Должны Так Именно События Сложиться Ну и Гефест Еще Плюс Такой Коллектив Который Попробуй Его Обыграй В двух Трех Матчах Падря Что же Кстати Относительно Титана Так вот Гефест Двенадцать очков Да Последняя Победа Как раз Над Титаном У себя Дом Еще Раз Повторюсь Четыре Два Забивали Кстати В том матче У нас Масленников И Два Раза Анохин Сергей Автогол Был Вот Дмитрий Бушуев Ну а Конечно Два Меча Титановских Ответных Как я уже Говорил Здесь Я думаю Вы тоже Можете догадаться Что Они были Вот Или Ульяненко Что же Гефест Пока Максимальный Максимальный результат Харламов Один из штатных Исполнителей Стандартов Титане Хороший прострел Мимо пролетают Там и кулаги На Киселев И вот Контратака Гефеста Масленников Один Слева Несется Что будет делать Под правую Удар Не получается Атака Атака Продолжится Фалить Нельзя И все Позиционная Атака Гефеста Наверное Сам Где-то Об себя Александр Масленников Запнулся И поэтому Не получилось У него Нанести Этот удар Ну и кстати Очень грамотно Подсказывал Вадим Карпов Своему капитану Дмитрию Бушову Что держи Держи правую ногу У Масленникова Потому что Конечно Она Представляет Самую большую Опасность Не только Для команд Конечно Лиги чемпионов Ну и соответственно Конечно Для команд Чемпионата Внутренних Да и вообще Против всех Тех Людей Кто играет Против Гефест Конечно же Давайте К Титану Обратимся Если у нас Гефест На первой строчке Титан идет Как раз таки С Лена Подача А вот здесь Опасность Может быть Комисов Пару шагов Уму не хватило Чтобы удар Нанести Бунтов Со своей половиной Вот-вот уже Перейдет Будет ли перевод Да Вот сейчас Андрей Моисеенков С мячом На Масленникова Стеночка Нет Нет Хотя вот Честно говоря Смотрелась Смотрелась Это Ульяненков Побежался На подстраховку Своих партнеров Ну и как здорово Как здорово С мячом Комбинирует У нас Гефест Шеренков Но здесь Вот таких На тонких касаниях Играет Евгений И Капко Все-таки Обыгрывает Не дает Чтобы Чтобы Мяч Отобрали Комесов Но нужно Мне кажется Немножко ближе Играть Футболистам Титана Со своими Оппонентами Уж очень много Дают Пространства Игрокам Севера Гефест Конечно же Этим Удачно Пользуется Смотрите Как здорово Катают Мяч Наливая Направо Правда Здесь Небольшой Технический Брак Исполнение За лицевую линию Снова Снова Подбор За Гефестом В центре И посмотрите Нет Никого Ну и Титан Как мне кажется Сейчас просто Встали И смотрит Смотрит За тем Как Гефест Этот мяч Туда-сюда Наливо Направо Катает Это сейчас Знаете Небольшая функциональная Яма У игроков Титанов В какой-то момент Действительно Весь состав Абсолютно встали И как говорится Задышали Да Вот как раз таки Есть изменения Кулагин В опорной зоне Пойдет Передохнуть Малду Майгап Вот номер 55 У Титана Замена здесь По позиции Вот 7 очков У Титана Вторая строчка Две победы Одна Ничья И поражение Как раз таки От Гефеста И еще раз Скажу Также единственная Поражение В сезоне У Титана Ну а Конечно Здесь Если в чемпионате Заглянуть Ну об этом Кстати Чуть попозже Давайте А пока что Еще одна Замена Икомисов Пойдет Передохнет Место него Евгений Севастьян По девятому Досмотрим Сейчас Чем закончится У нас Вот этот Коллективный прессинг Действительно Сейчас вы посмотрите По картинке Все футболисты Титана Один в один Стоят Масленников Да подхвати Вот он Выход Один на один Сейчас будет Будет ли гол И да Закатывается Закатывается Этот мяч Забивает у нас Сергей Анохин Снова В игре Против Титана Один ноль И Гефест Впереди Спасибо Ну что ж Вот такое начало И действительно Было видно Было видно Что Титан Несколько Ну как знаете Непривычно Мне на самом деле Это говорить Но физически Подсели После Вот этого Начала Очень быстрого От Гефеста Ну и как мне кажется Просто Если на состав Титана Посмотреть Если на подустали Немножко у нас Игроки Но Может быть Это чисто Мой взгляд Такой Со стороны Да И чисто Мое Мнение Вот интересно Будет Спросить Как раз таки Футболистов Все таки Чуть Поднаелись Они Таких Графику Титана Сумасшедший Тем временем Киселев Неплохой Паст направо Прострел И Ниженков Ниженков Здесь Играет здорово Не дает мячу Дойти До нападающего Титана Ну что ж Посмотрим Теперь уже На ответ Хозяев Харламов Слева Там один Кстати Вот Иван Шамарин Под 56 номером Появляется Тут же наносит Свой удар Поворотом Абсолютно Не опасный И не точный Ну так Чисто Размял Наверное Сам себя Сейчас Иван И вот они Края Края Обороны Готовится У нас Поменяться Полностью У Титана Артем Фролов Под номером 44 Также готовится Вместо Сергея Харламов Далеко Далеко Ниженков Выбивает Севастьянов Первый На подборе Кстати Совсем Недавно Была Краб Евгения Севастьянова Конец Прошлого Сезона Он У Титана Пропускал Несколько Матчей Также пропустил В начале Этого сезона Вот сейчас Нормально С Евгением И Снова Готов Приносить пользу Своему коллективу Неплохой пас В разрез По задумке Был Харламов Сейчас Не получился Не получился Майга налево А там снова Шамарин По центру Киселев Нужна Поддержка Но здесь пас Не очень удачный Здорово Харламов Не дает Не дает Уйти мяч Дает Уйти мячу За боковую линию Шамарин Один здесь Майга Абутов Кстати один в один Туже против него Ну и посмотрите Как здорово Еще Убраняется У нас Гефест Отлично Персонально По позициям Игроки Севера Располагаются Один в один Вот здесь снова Обрез Нужно бежать Бежать назад И бежать Ширенкова Также вперед Евгений тащит Этот мяч Удар Отлично играет Бушуев Уже Севастен Контратаки Одну на другую А у нас Следует Коллективный отбор В исполнении Игроков Гефеста Ну и Правильный Тактический Фолл Со стороны Севастьяна Кица Ниже Кисть Меч у нас Просто не выходит Пока что За пределы поля И Фролов Не может Вступить В игру А тем временем Кстати Уб Гефеста Как Футболисты У нас вышли Изначально Никаких изменений Не было Улья Янков Вот кто будет Сейчас Решать Действия В атаке У Титана Конечно же И Опасный Удар Хороший И точный Получается Уилья Но в ближний угол И Ниженков Справляется С этим Ну вот И напряжение Наконец-таки От Титана Просыпается Команда Хозяев Бушуев Хороший Дальний удар Да Получился он По центру Но не сразу Не сразу Увидел Во-первых Этот удар Ниженков Ну и потом Не сразу Зафиксировал Еще одна Контратака Практически Могла Сейчас Получиться У Гефеста Быстрый розыгрыш Удар В ближнюю Девятку Ну и Негодует Точнее У нас Скамейка Титанов И того Что они Апеллируют Главному Арбитру Ну хотя Мне кажется Там было Все Абсолютно Правильно Апеллируют Они Именно Относительно Того С какой Позиции Должен Был 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 Мяч В видео Олег Аврамчук Сейчас Кстати Наносил Этот удар Поворотом И Очень Опасно В этих Перехватах Действия Гефеста И Молниеносно Молниеносно Оказывается У ворот Карпа Такая Одна Атака Уже Получилась И вот Здесь Очень Много Еще Обрезается Титан В середине Поле Киселев Борьбой Проигрывает Шеренков Отличный Треугольник Фролов Вот Наконец-таки Артем Появляется В игре Подает На Ульяненкова Хорин Сегодня Персонально Мартин Будет Играть С Ильей Еще Одна Двойка Футболистов Готовится У Титана На поле Появится Дмитрий Агапцев Под номером Десятом И Павел Под 88 Что ж Полностью Сейчас У нас Восьмерка Прошу Семерка Футболистов Практически Поменялось Кроме Дмитрия Буши Последнего Защитника Все-таки В Титане Пока что Не меня Агапцев Первый Здесь На подборе Темп Темп Конечно же Классический Решает Поддержать У нас Титан И кстати Сегодня Не наблюдаю На скамейке Запасных Главного тренера Алексея Медведева Потому что Не слышно Не слышно Его подсказ А вот По этим Первым минутам Абсолютно Кстати Неудачным У Титана Я думаю Он бы точно Своим футболистом С бровки Напихал И я думаю В эфире Это тоже Было бы слышно Темперии Севастьянов Убирает Под левую Ударить Ему так просто Не дадут Майга Белов Удар И Севастьянов Удар Еще один Ложатся Один за другим У нас игроки Дефеста Но это не Не помогает Не помогает Агапсов Забивает Свой гол Вот так вот Ответ Ответ Титана Все-таки Последовал Замены Сыграли И более свежие Игроки Со скамейки Приносят Еще Точнее Первый Пока что Не еще Просто Первый Гол В копилку Титана Сегодня Здорово Подсказывает Бушуев Что он Будет играть И успевает Еще и Бушуев Сыграть Потому что Иначе Если бы он Сейчас Свою ногу Не поставил Анохин Бы Мяч Принимал И снова Выходил Один на один А выход Анохина В этом матче Мы знаем И так Вот она Наконец-таки Замена У Гефеста Замена У Гефеста Павел Котов Под 17 номером Вместо Максима Бунта Ну и Назревал Назревал Да В том эпизоде Если мы Сейчас с вами Снова К нему И вернемся Да Немножко Разберем Назревал Там гол И вначале Там под мяч У нас И Моисеенков Лег Потом Хорин Лег Да Потом А вот здесь Опасно Севастьянов Удар Есть Моисеенков Справляется Можно Можно отдать В центр Габцев Зря Зря Сам полез Мне кажется Дмитрий Мог сейчас В короткий Быстрый пас Со своими партнерами Разыграть Анохин Без фола Без фола Майга Отбирает Севастьянов Анохин В центральном круге Против Четверых Сейчас соперников Но На ровном месте Теряет Белов Снова Анохин Очень много Играют На своем Нападающие Игроки Гефеста Ну и здорово Против него Играет Футболист Титана Будет бить Севастьянов Попадает Там Шеренкова И вот Еще одна Контратака Моисеенко Убирает Центр Чисто играет Майга Фролов И нужно Немножко Успокоить Как мне кажется Сейчас Игру Титану Потому что Очень много Было Единоборств В центральном Круге В этой Центральной Зоне И все-таки Кстати Единоборства Оказались За футболистами С черной формы Бушуев Хорошая передача В центр Шеренков Контролировал Перехватил Остается мяч В поле И спокойно Спокойно Теперь уже могут Действовать Футболисты Титана Да Ну и надо сказать На самом деле Вот если Очень хорошо Нагнетали Ситуацию И действительно Оказывали давление Футболисты Гефеста По начальному Отрезку Да То вот потом Замена Шестерых Игроков Как раз таки Это давление Уже начали Оказывать футболисты Титана И оно Уже в свою очередь Выдалось в ответ На забитый мяч 1-1 Мне кажется Здесь счет Абсолютно По игре Севастьянов Нужно отдать Уже Кому-то Этот мяч Немножко Передачи Сейчас здесь Евгений Затяну Ролов Без продвижения Вперед Шамарина Успел Успел Ниженков Как мне кажется Сейчас вот уже Несколько Выключились Из этого эпизода Игроки Гефеста Хорин Там с Моисеенковым Не договорились Кто пойдет Встречать Агапцева И чуть Не привезли себе Выход Это один в один Благонеженков Был первым И прочитал Этот эпизод Масленников Оставит мяч В поле Оставляет Оставляет Бушуев Кстати Помогает ему В этом действии Его скамейка Запасных Потолкнули И вернули Его на Зеленый Газон Орламов Будет бить Да Будет Но выше Выше Вот помните Я говорил Я вам о том Что Может быть И не решаются Менять последнего Защитника Но Это В случае Титан Не работает Здесь Всем полевым Игрокам Обязательно Теперь уж В этом сезоне Потому что У нас У Титана Если вы заглянете В заявку Этого коллектива Там аж Я уже Александру Зуев руководителем Титана Говорил Там аж Можно найти Три семерки Футболистов Равноценных Относительно Этого сезона Титан У нас Что в матчах Чемпионата Что в матчах Лиги чемпионов Задействует Все Все 14 человек Кулагин Один в один С Масленниковым И вот Как раз Именно Антон Сейчас будет Занимать Позицию Последнюю И я думаю Вам так же Было со стороны Видно Что Чуть побыстрее Чуть побыстрее Масленников Нежели Кулагин Вот если С Бушуевом Наверное То есть Если Бушуев Может С Масленников Здесь Скорости Потягаться Да Но я думаю Все равно Александр Будет Быстрее Только Кулагин Наверное Потяжелее Тем 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 Стенка Стенка Кстати В исполнении Игоря Турсунова Вот еще один человек Который появился У Дефеста В поле Майга Не проигрывает Не проигрывает Это очень важное Единоборство Иначе бы Турсунов Мог додавить Котов И снова Майга Отлично Отлично Цепляется Маду За все мячи В своей опорной Зоне И вот здесь Как раз таки Добавил Добавил Маду То Что нужно Было Севастьянов Один здесь Пытается Пытается Евгения найти Пространство Чтобы пас Отдать Но очень плотно Очень плотно Много футболистов И чужих И своих Совсем немного Остается у нас В первом тайме Не думаю Вы со мной Согласитесь Ровная игра Турсунов По левому флангу Обыгрывает Обыгрывает Мамаду Но Потом Несколько теряет Равновесие Как интересно Еще сейчас Задумал Обыгрыш Ульянников Недолго думая Пяткой Сам себе На ход Но Отлично Снова Персональный С ним Сыграл Кори Вот Я думаю Вы Со мной Согласитесь По ходу Первого Тайма Все-таки Можем Увидеть С вами Равную Равную Игру Двух Коллективов Харламов Приклеивается Мяч к ноге Турсунов Не дает Не дает Сергею Расстрелить туда Штрафную Он И отлично Ставит Корпус Кстати Игорь Турсунов Конечно же Ему Стадион Сетунь Парк Абсолютно Не Чужой Во-первых Он играл Здесь За команду Адидас 23 А также На Контитальной Футбольной Лиге Игорь Турсунов Помогал Мега Титану И вместе С ними Дошел до Финала Контитальной Футбольной Лиги Но Где Проиграли Они Кстати Команде Севера ЦДК Концовка Тайма Посмотрим За кем Она окажется Конечно Я думаю Коллективы Были бы Согласны Сейчас По ходу Первых 30 минут Очень Гиперактивных Наверное Я же Их назвал Согласны На счет 1-1 Но На этот счет На самом деле Не согласны Футболисты Титанов В любом случае Масленников На дальней Штанге Как раз таки Искал Турсунова Хотов И Кавков Так Несколько По ахилам Сейчас Прошел Котову Но без Нарушения Правильных А кстати Руковод у нас Сегодня Со скамейки Титана Администратор Клуба Артур Таузян В плане Конечно же Подсказа И замена Котову Здесь нужно Пас отдавать Тем не менее Масленников В штрафной площади Отдает Пас Пяткой Удар Дальней От Турсунова И замена Замена Севастянов Своих Отрисок Провел Хороший И вместо него Памисов Снова По позиции Появляется Последние минуты У нас Идет О да Кстати Артур Таузян И Антон Архипов Это Сегодня Титва Человек Которые Между собой Подсказывают Титана И И меняют Их В нужное Маме Время Улагин Здесь Можно Немножко Притормозить Ему Потому что Нету Продвижения Вперед И все Все Первый тайм Заканчивается 1-1 Галлы На счету Анохина И Агапсова Пойдут Команды Несколько Сейчас Передохнуть Да Есть Что Поговорить О чем Обсудить Ну и Вместе с ними Мы также Сделаем Небольшую Паузу Ну что ж Практически Все готово К тайму Второго Интересного Матча Нашего Лига Чемпионского Пятого По счету В группе В группе Ди И Пока что Равновесие В счете Сохраняется 1-1 Гефет Забили Первыми Но Свой ответный Гол Титан Также Забил Он Также Забил Ну и давайте Я вам На пол Стартовые Составы Относительно Таймера Второго Начнем Ситана Карпов В воротах 23-й Тройка Защитников Кавков 33-й Бушуев 5-й И Харлам 27-й В опорной Зоне Кулагин 77-й И Киселев Слева 99-й Комисов 7-й Справа И Впереди Ульянников 2-й Что же У нас Относит Гефеста Небольшие Изменения Все-таки Есть Кстати Относит Того Как Команда Начинала В Линии Вратарской Конечно же Здесь Все так же Ниженков 1-й Линия Защиты Корин 13-й Моисейнков 6-й И Врамчук 19-й Линия Пол Защиты Торсун 77-й Слева Кота 17-й Справа Масленников У нас Переходит В Линию Нападения На 28-й Если он Начинал Слева Полузащите Теперь Будет Острием Своего Коллектива И Андрей Идрисов Андрей Идрисов 90-е Место Евгения Ширенкова На Позиции Центрального Полузащиты Все Гатай Все Правильно Своя Реакция На Замен Титана Есть У Гефеста Здесь Карпус Затянул Затянул Было видно Сразу И чуть Было Не Было Как я Обычно Говорю Был Близок Сейчас Масленников Чтобы Наказать Наказать Вратаря Титан Еще Одни Кстати Самые Сложные Игры В группе Были У Гефеста У Титана Как раз Таки Я вам Не назвал В первом Тайме Двух Оставшихся Участников Группе Ди Это Изумруд 86 И линия Алькор Так вот Относительно Линии Алькор У нас Здесь Все Понятно Это Абсолютно Аутсадер Группа Которая Точно Никуда Не выйдет Линия Алькор Пока что На последнем месте И сомневаюсь Что она Конечно же Куда-то Поднимется Выше Чем Та позиция На которой Она сейчас Находится Комисов С Врамчуком Единоборство Здесь За игроком Дефесты Идрисов Как тонко Кулагин Ищет продвижение Вперед Пока что Не находит И чуть Подталкивает А Врамчук Его Как показалось Нет Нарушения Правил На газоне На газоне У нас Кулагин И Спасибо Спасибо Олегу Врамчу Фэйрплей В исполнении Игроков Севера Могли они Продолжать Атаку Кстати В большинстве 4 в 3 Они сейчас На ворот Титана Наступали Но Врамчук Решил сыграть Здесь Мужские Выбил За боковую линию Все-таки Здесь Побеспокоился За здоровье Своего Сегодняшнего Соперника И возвращает Титан Мяч Конечно же Гефест Так вот Да Гефест Титан И вот Изумруд 86 Изумруд 86 Та команда С которой Тяжело Пришлось И Гефест И Титану Ее Еще придется Кстати С ними Сыграть Остается До концовка У нас Крупового Этапа И вот Здесь Как раз Таки Определиться Если уж О том Что я говорил Гефест Точно Ведет В лигах Чемпионскую Весну Вот здесь Именно Так А вот Удар Хороший С левой ноги Сильный Но Снова Не точно Снова Не точно Но Правильно Делал Что Моисеенков Этой ситуации Ничего Не придумал И Решил Дальше Бить Бить В этом Эпизоде Поворот Так вот Да Если Гефест Выходит В лигах Чемпионскую Весну То Титаны Или Изумруд Пока Что Непонятно Весну То Они Выйдут А Вот Какой Она Кажется Лига Чемпионская Лига И Как раз Таки В последнем Матче Титану Пристоит Играть У нас Изумруд 86 В гостях Там Я думаю У нас И определиться Определиться Кто куда Дальше Пойдет Но Это В случае Того Что Если Сегодня Выиграет Гефест Да Они наберут Тогда 15 очков У Титана Останется 7 А У Изумруд 86 На данную Секунду 4 балла Но Они играют Сегодня С Линия Алькор Они играют Свой матч С линией Алькор И там Очень большая Вероятность Что Изумруд 86 С тем Составом Которая В этом сезоне У этой команды Конечно же Одежат Победу Это значит Будет 7 очков И конечно же Там все будет В ногах уже Изумруда В плане того Что будут они играть В своей Домашней арене И там принимать Титаны И там им должно Быть полегче Пока что О точных Раскладах Мы с вами Все таки Полностью Рассуждать Рассуждать Не можем Турсунов Искал Искал Там С центром Масленникова Александр Здесь Очень четко Прикрыть Дмитрий Бушули Рамчук Кому отдать С Котовым Стенка Хорошая Неплохая Разрезная Передача Котов Ударов Ближний Карпов Здесь Играет Отлично Ногами Кстати Подсказывается Партнер Ниженков О том Что Нужно Немножко Увеличить Скорость Переключить Передачу В действиях Игрокам Титана Немножко Теряет Темп Атака Успевают Игроки Гефест На своем поле Вернуться Удар Дальний И не успевает Комисов Не успевает Комисов Чтобы подставить Здесь ногу Хороший Дальний удар Получается У Харламова На скорости Да Хоть и потерял Атака Немного Темпа Все равно Вылилось В опасный Эпизод И Нишу Отвару Турсунов Хорошо Скидывает Грудью И отлично По страховке Играет Майга Куда Как я и говорил Схожа У нас команда У меня за собой Тем Что и Гефест У себя В чемпионате Севера Без поражений И занимает Первую строчку Титан Здесь на западе У нас Также без поражений Идет И соответственно Тоже занимает Первую строчку Титан вообще В последних матчах Несколько Разлегся Над Своими Оппонентами Были Начиная Наверное С Комунара Вообще Счет Который Никто У нас Здесь Предсказать Не мог Сочетом Аж 14-0 Титан У нас Выиграл Также Альбион Обыграли 12-0 Последнее место Последнее место В своей группе Линия Алькор Обыграли Сочетом 8-0 Титан Забивает Посмотрите Сколько Мячей И при этом Очень мало Пропускает Были у нас Сейчас Здесь Такие Засточенные Споры От кого Этот мяч Ушел Кому Он достанется Ну Благо Юрий Понасенко Всех Здесь Успокоил И Игра У нас Продолжается Капков Снова Замена Титана Севастьянов И Белов На поле Вернулись Гефес Пока Никому Не меняет Кому Кому Отдать Кому Отдать Вот только Так Только Назад Играет Майга Ласянов Приходит Сюда На То Чтобы Начать Эту Атаку Ульяненков Будет Бить Пока Что Сегодня Не Очень Идут Удары У Ильи Вот они Готовятся Замены Как раз Таки У Гефеста Максим Бунтов Вместе Сергей Манохин А пойдут Передохнуть Котов Котов И масляников Все Во втором Тайме У нас Игра Успокоилась В плане Того Что Более аккуратно Болисты Действуют Да Если Вот В тайме Первом Они Включили Максимальные Скорости И Практически Без Центра Поля Играли И нагнетали Давление Вначале Одни Потом Другие То Во втором Тайме Теперь Ко всем Эпизодам Ефеста Титан Подходит Очень Тщательно Ульяненков Как Его Свои Ребята По команде По команде Зовут Уля Арламов Быстро Вести Мяч Здесь Не дали Ульяненкова Или На ближнем Ну вот Вот сейчас Наконец-то Прострел А кто же Кто же На него Пойдет Почему-то Все просто Смотрели Как мяч Там прокатывается По Старфной площади Четко Так Если по картинке Смотреть Справа Налево Идрисов Хорошо Турсону Желтую карточку Нет Получает Пока что Только лишь Устное Предупреждение Турсону 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 Атака 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 И еще Турсону Атака Турсону Уже сегодня Турсону Еще одна Турсону На поле Турсону Турсону Он сейчас В центре Шамарина Ширя Майга Одним движением Убирает Аврунчука Вторым Убирает Движением Аврунчука Удар Ближний Сейчас Все Сделал Майга Сам Снова Мяч Получает Теперь Уже Ширя И контроль Контроль Это самое Главное То что Любит Титан Бутов А вот И Турсонов Уже слева Снова Разгоняется Игорь Что будет делать Попадает Здесь На четкий Блокшот От Бушуева Да Поставил Жестко Сейчас Плечо Команды Титана И получил Первую Желтую Карточку В этом Матч Чуть Чуть Больше Десяти Минут В матче Остается Но Равенство В счете Сохраняется И Павел Котов Готов На поле Вернуться Такой удар Не сильный У Ширякова Получился Но Скакал По газону И не так просто Было Карпову Его зафиксировать На мертвого Поэтому Собственно Это Владим И не сделал Просто отбил Подальше От ворот Анохин Тяжелый Тяжелый Для него Этот мяч Был Который ему отдавал Партнер Из-за авто Кулагин Один Сейчас Нужно Кого-то Остаться Последним И Комисов Подтолкнул Подтолкнул Все-таки Здесь Да Хоть и Немножко Спорят Виталий С решениями Апанасенко Но Первый На мяче Все-таки Был Моисеенков И Потом Уже Подтолкнул Совсем Немного Но Все равно Этого Хватило Чтобы Положить На газон Андрей Так вот Да Если это Ничья Точно Обеспечивает Гефест Первое место И Уже Гефест С этого Первого места Никто Подвинуть Не сможет Так вот Титану Очень нужна победа И поэтому Конечно же Баллисты Хозяев Несутся Несутся Вперед И хотят Один гол забить Но при этом Здесь нельзя Забывать Обу-бару Потому что Если что Гефест Всегда может Очень быстро Наказывать Бушуев Разряжает Обстановку Там У себя Реном со Штрафной Аврамчук Против двоих Черенков Ниженков Вперед На Нохина Сергей Разгонится Слева И мяч Зацепит Один в один Против Бушуева И Шамарина Теперь Бунтов На дальнюю Не отдать Ищет Ищет Максим Варианты И вот Только так Находят Здесь Моисеенков Который Ошибается Нельзя Так Играть Поперек Майга Очень долго С мячом На маду Увозится Вот Сейчас Отдает Комесов Будет Бит Слевой Бьет И хороший Удар Получился Витали Из Очень Большого Количества Из-за Очень Большого Количества Спин Этот Мяч Вылетел Ну и Ниженкову Пришлось Тяжело Тяжело С этим Эпизодом Угловой Заработан Титана Капков Подача Прям Центр Штрафной Даже Вратарской Прям Центр Вратарской Но никто Почему-то На нее На этой передаче Снова Не откликнулся Шамарин Убрал Одного Убрал Второго Но правда Опять Не было Никакого Подолжения Ну и Ну и Действительно Как я и говорил Чувствуются Что футболисты Гейфеста более спокоен в этом матче в плане того что хочешь не хочешь они уже себе лиги чемпионов обеспечить и поэтому это и возможно и не все да и не сказать что гефест на ничью играет ну а я не думаю что они сильно будут против если матч так закончится весенников успели здесь ныженков да успевает а и на зоне нас оказывается фори фролов пойдет на место право защитника шамарина паузу корин вроде бы поднялся на ноги тут же приклеился к ульяненкова как я говорил с этим персонально персонально у корина илья и по габаритам кстати даже мартин чуть больше чем нападающий это а что здесь нет нет гола посмотрите какой эпизод сейчас получается уже такое повисло молчание в воздухе и все уже смотрели залетит ли этот мяч в створ или нет но удачи по в этом эпизоде нас на стороне есть ясно маисеенков на газоне и кстати маисеенков попросил замен просто замена андрея и даже сам подсказал что отпустите кохтова в линию защиты масляника снова появляется киселев играй здорово играет здорово и пятка и бунтов первым на подхвате ну и здесь кстати мне казалось чисто главное арбитра конечно же имеет свое мнение с которым бесполезно спорить всем ну на самом деле здесь все и весь эпизод заключается в том что не маду майга который в мяч попал игроку гефеста ударила как раз таки другой другой игрок титан поэтому могло со стороны так показать киселев ульяненков снова действительно или я пока что сегодня не похож сам на себя и все-таки ну ниже 30 матчей подряд эти показывают супер высококлассный на футбол в плане того что именно забивать каждом матче комисов здорово играет и первой на подборе снова не оказывается игрок титан капков хорошая хорошая явно видно концовка сейчас за футболистами хозяев фролов капков ну а туда штрафную а там нет никого просто нет ничего не мог поделать на самом деле сейчас в этой ситуации виктор ему нужно было принимать решение потому что иначе его бы накрыли маслеников снова выходит на оппозицию центр форварда у котов как здорово подключается павел будет бить абсолютно неудачно удар отказался хотя было очень много времени у павла на то чтобы свой удар подготовить мая га разбегается все а футболисты титана по своим позициям нужно здесь отдавать отдавать нужно мамаду потому что маслеников караулик караули цели передачи и сейчас уже один в один выставляется футболисты не феста ульяренков что сейчас и сделала а комисов ну и торопятся торопятся кстати футболисты титана торопятся они чтобы мяч подать торопятся чтобы и в атаках своих торопятся они чтобы гол забить и все-таки домашние а точнее до одержать домашнюю победу ну и кстати футболисты гефеста также видно что все таки немножко подустали немножко подустали отнимают такие матчи очень много сил комисов но отдавать уже нужно мяч в италию только сейчас это делает ульяненков против корина и ширинков подстраховывая своего последнего защитника ульяненков здесь очень много на себя берут сейчас уже футболисты титана катится ширинков то о чем я говорю очень много на себя берут сейчас персональ игроки а титана вот сейчас хорошая атака может получиться капков в ближний угол слева и а нужно было мне кажется давать передачу давать передачу ульяненков как раз таки сейчас сетут на то что он очень хорошо открылся и если бы виктор не был нацелен на удар в этом эпизоде а может быть на прострел или на передачу могло бы получиться опаснее и так основное время матч у нас закончилось две минуты есть две минуты у титана чтобы мяч забить ну и кстати так же есть две минуты чтобы забить мяч и у гефеста комисов нужно давать отдает центр а здесь ширинков на подстраховки а бунтов майга нет и это майга сегодня очень хорош действительно молодец молодец мамаду комисов с майга здесь на пару ищет ищет они варианты нужно шире шире играть киселев здесь в трофной площади капков доверного доверного что называется будет катать сейчас титан главное чтобы удар получился точный кулагин а вот он ульяненков фролов нет не дадут ему поворотом пробить и и даже ширинков сделать сейчас так чтобы мяч этот ушел еще и от фролов посматривает на секундомер главный арбитр встречи но кстати резервного руслан шагапова сегодня не часто вообще в принципе приходилось вступать какие-то спорные действия кулагин а кто-то впереди не подхватит подхватит мяч и ульяненко здесь один-в-один против амуранчука пас между ног будто фа а как четко и как красиво действует будто посмотрите прям по линии просто по линии комисов нужно отдать здесь этот мяч уже прыгают в подкатах и ширинков и бунтов и маслеников и все видно что одни настроены ничью другие настроены на победу но разделят разделят сегодня очки потому что звучит у нас финальный свисток один 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 по одному очку сегодня в копилку группового этапа лиги чемпионов положили команды поздравляю гефест с выходом с первого места весеннюю стадию лиги чемпионов а вот титану предстоит еще еще один мальчик как раз таки с изумрудом 86 и там уже определиться кто выйдет в лигу чемпионов а кто в кубок лфл что ж спасибо большое уважаемые телезрители что смотрели нас спасибо что и меня также слушали алкенов вместе с вами что смотрите лфл тв и всего вам хорошего а